Проехать по улице Абавяна еще три месяца назад можно было только на автомобиле с высокой посадкой, да и то с трудом. Последние 10 лет дорога была покрыта многочисленными ямами и рытвенами. В том году автобусы даже не могли проезжать нижнюю часть, верхнюю часть. Артур Ефремов живет в Верхнем Юрте уже много лет. Вместе с другими жителями села он не раз писал обращение в администрацию округа. В этом году по поручению главы города Анатолия Пахомова ремонт дорог наконец начался. Основные участки уже реконструированы. Из местного бюджета на это было выделено 12 миллионов рублей. Кроме того, многие участки Верхнего Юрта вышли из ночного сумрака. На улицах установили 80 светильников. Неосвещенных участков улиц практически не осталось, как и проблем с электроснабжением. У нас отсутствуют проблемы с энергоснабжением в селе. То есть оно бесперебойное, оно 220 вольт, как и должно быть. Все те проблемы, которые были в прошлом, да, при подготовке к играм, это постоянное отключение, это низкое напряжение, сейчас этого нет. Вот в этом плане, конечно, это большой-большой шаг вперед. Перебой с водоснабжением, отсутствие ограждения – вопросы у жителей разные. Но больше всего сельчан беспокоит ремонт второстепенных участков дорог. У нас был директор управления дорог, с которым достигнуто договоренность, что в июле месяце он заходит сюда и ремонтирует оставшиеся два участка. То есть тут проблем мы не видим. Не будет в скором времени проблем с селей с посещением врача. На итоговой коллегии Краевого Минздрава приняли решение построить в Верхнем Юрте офис врача общей практики. Вся проектно-сметная документация готова, место для строительства выбрано. Есть и квалифицированные врачи. Этот проект профинансирует Край. Мы сейчас в принципе укомплектованы врачами на 75%. Это самый высокий сейчас показатель в Крае, а 71% медсестрами. И процесс этот продолжается. И я думаю, что не будем на этом жалеть, потому что хорошие только врачи – это залог продвижения. Завершая встречу, Мэр Сочи отметил, за последние пять месяцев Верхний Юрт по-настоящему расцвел. Но это лишь начало. Село продолжит благоустраивать. Галина Моисеева, телекомпания ФКТ.